В эфире новости 24, в студии Зафралиева. Здравствуйте, в начале корта главного. Раньше сяду, раньше выйду. Видимо, таких правил придерживались подростки, занимавшиеся сбытом наркотиков. Оказание первой медицинской помощи – обязанность каждого сознательного человека. На базе Фунзавской районной больницы открылся медицинский кружок для школьников. Познавать, открывать, публиковать. Насколько активно сегодня развивается дагестанская наука, над решением каких задач трудятся наши ученые, смотрите через несколько минут. В Махачкаре в Советском РОБД был убит бывший глава Силаново-Кулейного Лагского района Абакар Капланов. Главу поселка застрелили прямо в кабинете начальника уголовного розыска. В теле погибшего обнаружено более 10 пуль. По данным МВД, Капланова застрелил сотрудник Росгвардии, один из братьев Курбановых, родственников погибшего. Конфликт, как сообщает МВД, произошел из-за земельного спора. Начался он на одной из центральных улиц Махачкалы. Абакар Капланов встретился с братьями-близнецами, служившими в Росгвардии. После словесной перепалки Курбановым доставили Капланова в ближайший отдел полиции, где и в последующем один из братьев его застрелил. Сотрудники госнаркоконтроля задержали группу подростков, занимающихся сбытом энметилэфедрона и мефедрона. Трое несовершеннолетних и 20-летний житель Махачкалы на протяжении месяца делали закладки и тайники с синтетическими наркотиками. Я выложил объявление в инстаграме, что я еще работал. И ко мне скинули ссылку на телеграм, по которой я перешел. И мне написали, что есть работа курьером наркотических средств. В ходе сбыта в съемной квартире обнаружили 64 свертка с запрещенным веществом. У двоих фигурантов дела при личном досмотре изъяли мефедрон. По данному факту возбуждены уголовные дела. В Хунзакский район дополнительно направлено 4000 доз препарата и интестибактериофаг. Лекарство необходимо для лечения кишечной инфекции. По данным регионального Минздрава, число обратившихся в Хунзакскую центральную больницу с отравлением на сегодня более 80 человек, из которых 10 госпитализированы, в том числе пятеро детей. Остальным оказывают помощь амбулаторно. Организованы подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания. Не растеряться в критической ситуации, оказать помощь и не пострадать самому. На базе Хунзакской районной больницы открылся медицинский кружок для школьников. Мастер-классы проводятся на бесплатной основе и регулярно. Посетила их и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Этим ребятам повезло. Им выпал редкий шанс обучиться на практике казам-врачевании, еще будучи школьниками, да притом и бесплатно. Такого в горах республики еще не проводили. Каждый, кто сюда ходит, настроен получить знания. Они пригодятся в будущем. Кому-то при поступлении, а кому-то просто по жизни. На самом деле я мечтаю поступить в институт Сеченова, так как это лучший институт нашей страны, а следовательно, там возможностей намного больше. Это будет и практика, и это будет хотя бы какая-то подготовка. Хотя здесь она довольно значительная. Нас научили делать внутривенные инъекции, также внутримышечные. И вот сегодняшний урок, как помогать при первой помощи. Инициативу проводить на базе больницы такие кружки проявил главврач Наби Кураев. Говорит, идея ему пришла на антитеррористическом форуме. Чтобы молодежь не вовлекалась в преступную деятельность, делится врач. Важно создавать альтернативные площадки. Там, где ребята смогут найти себя и проявить. Хотелось бы, чтобы наши дети росли с правильными привычками. Чтобы они были заняты чем-то необходимым, правильным, полезным. Потому что сейчас очень много разного есть на улице. Хотелось бы, чтобы мои дети, дети моих соседей, вообще дети к этому прикасались. Необходимость создания таких площадок показал коронавирус. В период пандемии дал понять, деятельность волонтеров важна. За время карантина и самоизоляции наблюдался небывалый падем в движение добровольцев. Интерес чувствуется. Многие уже спрашивают про дисциплины, которые у нас в ВУЗе. Спрашивают про кафедры. Они интересуются латыни. Инициатива Наби Кураева была замечена и Общероссийским народным фронтом. Руководство движения планирует расширить географию в рамках акции «Мы вместе». Создать такие же площадки и в других районах республики. Воспитание нашей молодежи, оно у нас стоит на первом месте. Всегда стояло и сейчас стоит. И я думаю, что вот эта полезная инициатива, она должна быть подхвачена. Лекторами зачастую здесь выступают работники больницы. Иногда главврач привлекает и специалистов со стороны. Из профильных университетов, республиканских медицинских учреждений. Желающих вступить в кружок становится с каждым днем больше и больше. По Тимону Ханапова, Мусат Салгиреев, Новости ННТ, Хунзахский район. Спасибо, доктор. Именно под таким лозунгом честовали врачи из Шамильского района, которые работали в период пандемии в красной зоне. Торжественное мероприятие состоялось в Махачкале в ресторане «Ватан». Поблагодарить медицинских работников пришли представители власти, религиозные и общественные деятели. Они отметили их стойкость, профессионализм и самоотверженную работу в борьбе с COVID-19. К сожалению, не обошлось и без потерь. Спасая жизни других, этот мир покинули 9 врачей. Именно каждого из них упомянули в этот день. Это первая часть мероприятия. Вторая часть мероприятия пойдет еще и в Шамильском районе, в селении Хевда. Это те врачи, которые работали в горной местности. Всего 50 студентов-медиков работали в красных зонах. И цель данного мероприятия была собрать их всех, сказать спасибо. И увидеть, как бы дать поддержку, сказать, что мы всегда рядом и готовы помогать им. Мероприятие организовала общественная организация молодежь Шамильского района совместно с местной администрацией и духовенством. Все медики получили памятные подарки в виде статуэтки с благодарностью за спасение жизни людей. Сегодня отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента в 1999 году. Насколько активной сегодня развивается дагестанская наука? Над решением каких задач трудятся наши ученые? Какие технологии у них в разработках и с какими проблемами сталкиваются? Узнавала Лариана Шамхалаева. Ей слово. Прошедший год для дагестанских ученых был непростым. Ведь сложно вершить открытие в условиях пандемии, ограничения передвижения и контактов, когда основная деятельность ученых проходит в командировках. Однако, по словам сотрудников Дагестанского научного центра, все государственные задания им удалось выполнить. И это в условиях не только пандемии, но и хронического недофинансирования науки и слабой подготовки молодых кадров. Если мы сейчас аспирантуру не перенастроим, она не будет переформатирована и приведена тот вид, который был хотя бы в Советском Союзе, у нас в подготовке кадров будут очень большие проблемы. Они уже есть. Аспирантура, вообще-то говоря, в Советском Союзе и в предыдущие годы в России предполагала научную работу. То есть это должна быть первая ступень научной работы. Человек, закончив аспирантуру, должен написать диссертацию, квалификационную работу и стать специалистом той или иной области, а не получать третий, совершенно непонятно, никому не нужен диплом. За последние два года в ТФИЦ РАН появилось две лаборатории и 30 новых молодых ученых. Вершить открытие осложняет шаткая материальная база. Должны быть приборы, должны быть лаборатории, должны быть установки, химикаты, реактивы, экспедиции. К сожалению, со всеми этим мы испытываем большие проблемы. А вот жизнь Людмилы Борисовны проходит как раз в экспедициях. Единственная женщина-археолог в Дагестане. Когда-то мечтала быть летчицей. Но судьба распорядилась, что не небу, а земле она посвятила более 40 лет. Ей вот-вот исполняется 75, и женщина до сих пор выезжает на раскопки, и лишь им признается в любви. Для Дагестана это здесь особая специфика, как бы семейная жизнь, дети, родственники и так далее. Я не принадлежу напрямую к дагестанским семьям, я русская по происхождению. У меня не сложилась своя семейная жизнь, как бы так получилось. Я совершенно свободна, а быть женщиной можно, археологом, если это ты любишь. Сегодня Людмила Гмыря изучает рубасскую фортификацию. Объект, обнаруженный случайно при Вспашке, близ реки Рубас, в 20 километрах к югу от Дербента. Полагают, что сооружение схоже по приему возведения с Дербентской оборонительной крепостью. Однако для археологов до сих пор является загадкой его точное предназначение. Начали копать, вот с этого места, где она была прямая, она стала закругляться в сторону этого. То есть круглая стена стала. Мы в шоке. Что это такое? Почему круглая? В другом тоже участок мы начали копать. Там тоже надо было кое-что проверить. Оказалось, там тоже новая конструкция ступенчатая, пристроенная к этой стене. В третьем месте, где мы вообще не знали, что там что-то есть, там надо было раскопки сделать, какой-то камень там выглядывал, узнаем, что это за камень и так далее. Получилось мы, значит, где-то 7,5 на 7,5 платформа высотой пока метр пятьдесят, три с половиной слоя. Из крупных блоков платформа уложена и еще с наклоном 25 градусов вниз. А это что такое? И каждые вот эти блоки скреплены скобами, да, вот остатки есть вот такие, эти самые. Это вообще какая-то была фантастика. А фантастика ли очистить воду от мышьяка и тяжелых металлов, применяя активированный уголь и не потратив при этом целое состояние? На этот вопрос отвечают уже молодые дагестанские ученые, физики и химики. Мы производим фильтры на основе местного сырья, на основе отходов сельского хозяйства, таких как, например, виноградники или прочие бумажно-целлюлозные промышленности. И в этом смысле технология является выгодной с двух точек зрения, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения бытового использования продуктов, которые были получены на основе этих материалов. Из последних работ наших ученых можно отметить математическую модель распространения коронавирусной инфекции. Статистические данные о доле бессимптомных носителей COVID-19 собираются до сих пор, чтобы спрогнозировать дальнейшее протекание пандемии. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В селении Серты Читобесаранского района построен детский сад на 60 мест. Новое двухэтажное здание оснащено современным оборудованием. Здесь созданы комфортные условия для нахождения и развития детей. Есть отдельные спальни и игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы, медицинские кабинеты, а во дворе благоустроены три детские площадки с игровыми аттракционами. Предварительная сдача объекта запланирована к весне этого года. Учащихся аварийной 14-й школы Хасавюрта распределят в другие учебные заведения города. Об этом сообщает на сайте правительства Дагестана. Кроме того, премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов поручил дополнительно проанализировать ситуацию и рассмотреть возможность строительства нового объекта. Условия для обучения во вторую смену будут созданы в трех школах – номер 12, 19 и Хасавюртовском многопрофильном лице имени Абукова. Для перевозки школьников выделено 55 единиц транспортных средств. Ситуацию с аварийными школами мы освещали в наших выпусках, когда родители учащихся отказались отправлять детей в школу, опасаясь за их жизни. Дагестанские спасатели покорили высоту в 4000 метров над уровнем моря. Они водрузили знамя родной республики на вершине сельды горы Базар-Дюзю. Группа поисково-спасательного отряда МЧС России преодолела все препятствия на пути восхождения на высшую точку горы. Своё достижение спасатели приурочили к столетию образования дагестанской автономии. И о спорте. Дагестанские гимнастки в числе победителей и призёров открытого первенства Кабардино-Валкарии. Воспитанники недавно открытой Республиканской академии гимнастики успешно выступили на соревнованиях в Нальчике. Гимнасты вернулись с четырьмя медалями различного достоинства. Как подчеркнул представитель академии, это был первый старт юных гимнастов после пандемии. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из разных регионов Северокавказского федерального округа. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова